Осенью 2014 года, через такую длинную цепочку пранков, в том числе и с представителями посольства США в Киеве и с Михаилом Саакашвили, вы пообщались с американским генералом Макнелли от имени министра внутренних дел Украины, да? От имени Абла. А как вообще все это было? Что значит, что сейчас в этом поучаствовало Саакашвили? Расскажите об этой истории. Ну, это длинная такая была цепочка, как мы любим делать, такие сложные вещи, схемы, чтобы, когда выходишь на одного человека, через других людей по цепочке, то есть не как бы не ты сразу звонишь там и представляешься кем-то, а, допустим, кого-то вербует, как говорится. Я так понимаю, что это правильная безопасность. Если бы у кого-то отжали квартиру, то лучше перепродать раз пять для того, чтобы следы потерялись. Ну, точно так же и в пранке. Ну, не совсем. Для того, чтобы вас не раскрыли сразу, да, то лучше как бы устроить цепочку какую-то. Когда тебе, допустим, говоришь, что с тобой хочет пообщаться там какой-то твой знакомый, да, или там какой-то известный политик, то ты ему больше доверяешь, чем, допустим, просто какой-то звонок сомнительный. Вот. А мы тогда на тот момент... Как же было, как же было. А я тогда позвонил... А, да. А тогда еще Саакашвили был в США, жил, и каких-то... Ну, он что-то говорил про Украину, ну, и, соответственно, как бы мы предполагали, что ему явно захочется принять участие во всем том, что начало происходить в Украине. Вот. И, значит, мы связались, нашли... Есть база журналистов. Ну, Россия хорошая такая, по крайней мере, для российских звезд. Кстати, много там было... Там я как раз нашел и телефон Илешко, и Милевского. Ну, вот. И, значит, там был телефон Саакашвили, его американский номер. Это какая-то база была? Я, извините, я не знаю. Она сейчас есть, база открытая, для которой пользуются все журналисты в России. Вот она платная, сейчас там сколько стоит инвайт? По-моему, 50 долларов в месяц. Вот. И ты получаешь за месяц, как бы, полный доступ. Значит, и... Что это президента? Что-что? Нет, а там три уровня, как бы, сложности. Вот. И самый высокий... Ну, как бы, там нет президентов прямых номеров, конечно. Там есть, по-моему, пресс-секретарь или там e-mail. Такие вещи. Там цены дороже. Но мы, как бы, эти контакты, они не актуальны для президентов. А Саакашвили тогда же уже не был президентом. Просто был как там частное лицо. Был его мобильный номер американский. И так вы ему звоните? Да. Даже не звонили. И, по-моему, я ему отправил смс. Я когда был в Киеве, как раз в 2014 году купил сим-карт оператора Live. Вот несколько штук. И, значит, отправил ему смс, что это Арсен Аваков. Хочу... Или, по-моему... А, Антон Геращенко был, по-моему. Вот. Что мы хотим с вами поговорить. Значит, он сразу ответил там, что все хорошо, давайте пообщаемся. И мы ему звонили уже от Авакова самого, значит. И он там говорили. Он нам обещал всякую помощь. Что у него прекрасные связи. Чуть ли не до главы Госдепартамента США. Со всеми знакомыми. Там вхожь во все кабинеты. И мы, значит, ему, соответственно, попросили организовать какие-то разговоры с американскими сенаторами. Ну, кто там есть. Но оказали связи его не такие громадные, как он нам рассказывал. И, значит, смог он нам Маккейна дать. И потом еще был как раз вот именно через него мы, наверное, и вышли. Там, по-моему, советник, советник Белого дома по нацбезопасности забыл уже фамилию. Вот мы с ним обсуждали эти вопросы. И через какое-то время, я не помню даже уже, как там было, дальше нам позвонили. Мы, по-моему, просили организовать какой-то разговор с дипломатами в Киеве. И нам позвонили через какое-то время из посольства США в Украине. Сказали, значит, что приезжает генерал Макнили, который там занимается всеми этими вещами, координацией действий. И, значит, было бы замечательно, если бы вы с ним встретились. Причем они очень хотели личную встречу, а не телефонный разговор. Ну, естественно, на личную встречу я явиться не мог. Поэтому я начал им рассказывать, что... А, общался я как помощник, как Антон Герасченко. И, значит, общались мы, что... Ой, вы знаете, к сожалению, Арсен Аваков, он уехал из Киев. Он там очень много дел. У него куча там... Значит, ты настоял на телефонном разговоре, который, собственно, не состоялся. Я тогда работал в журнале одном. И, значит, они, по-моему, были инициаторами звонка. Я оставил им номер. И, значит, они им позвонили. Ну, в определенное время я вышел... У нас был переговорный кабинет на работе. Вот я закрылся в этом кабинете. Они позвонили на мобильный телефон. Я включил записную. Соответственно, мы минут, по-моему, 15-20 разговаривали с генералом. Ну, причем там сидел переводчик. Переводчик разговаривал на русском. Ну, с русского он английский был. Вот такая была история. А вы без английского? Почему? Ну, у меня английский такой слабоватый. Вот это у Алексея, он хороший разговорный. Ну, более-менее нормально. У меня я как бы воспринимаю. Но уровень именно общения, к сожалению... То есть вы были Антоном Керакином, который не знает английский? Да, да, да. Я был и Арсеном Аваковым, который на русском говорит прекрасно. Так что и на тот момент еще чиновники Украины большинство по-русски говорило. Так что было тогда еще достаточно просто в этом плане. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...